Еще одна партия с тем выше соперника. Снова дебют рейки. В этот раз мы играем черными. Посмотрим, что изберет мой соперник. Ну, видимо, да, переход в английское начало получается. Так, d6, кстати, может быть, чуть точнее, но я люблю играть вот этот вариант за черных. На конь b3 ферс идет на h5. Всю теорию, наверное, соперник его знает. Есть e4, основной ход, есть еще c5. Вот h3, это интересно. Если d6, с g4, слон g4, я же, конь g4. Ладья e1. Непонятно, давайте попробуем. Какая-нибудь мере, будет весело. Скорее всего, конечно, все это кончится нехорошо, но... А слон f4, да, это я смотрел. Здесь, видимо, слон e5. Взяли-взяли, ушел. Где e1, если что? Ну да, слон e5, похоже, приходится. А, даже так. Что-то я не видел. Не самый приятный момент. Да, интересно. Получается, это все не проходит. Странно. Я почему-то думал, что... Обычно... Такая жертва в пользу черных в этом варианте. Но, видимо, нет. Что теперь делать? G5 какой-то играть? Ну, это уже не выглядит так. То, что надо, честно говоря. Пешка на G5 слабость, попадает под фердер на многих позициях. Сейчас просто ладья отойдет, и непонятно, в чем радость. Да, пешка на G5 расположена ужасно. Потому что я не знаю, как здесь навязывать борьбу. Казах 4, и конь e4. Вообще забрать на G4, что ли, обирать материал? Ну, нет. Обирать материал – это уже признание полного краха всей стратегии в этой позиции. Да, не видно хода. 2.6. Отвратительно выглядит, но... Ну же 5 отдавать нельзя. К тому же, на конь e4 теперь можно хотя бы путем f5 встретить. Кун d5, поэтому, да. О, e6 сыграю. Кун e7, король g7, пешка на дышать, может быть, отпадает, но это меньше из моих проблем в этой позиции. Кстати, там есть изумительно красивый трюк. Жалко, что соперник не пошел на этот вариант. Может быть, после партии покажу. Да, ну это уже отчаянные движения, конечно. С той стороны, чего в Блице не бывало. Какое-то подобие атаки все-таки есть. Тренник может даже на d6 взять уже в этой позиции, потому что этот трюк, который я говорил, не проходит. Ну да, РБЖ. Надо вскрывать ладью. g3 хочу. Так, так. Собрали сюда. Шах. Неприятно, что нет хорошего отскока. Ферзь в 4. Да, но придется g3 играть. Следует ферзь е6. Кроль h7. Хороший ли ход Кроль h7? Наверное, нет. Потому что он слон е4. Ай-яй-яй, как плохо. Придется тогда ладью f7. Ну, ладью f7 тоже совсем не серьезно, конечно. Да, но f3 самое простое решение. И все шансы заканчиваются. Так тоже можно. А тут же f вообще-то. Я же один мат хочу дать. Да, может быть, соперник неправильно сыграл, кстати. Даже наверняка неправильно сыграл. Крайне подозрительно теперь выглядит неожиданно. Е4, видимо, единственный ответ. Тогда я просто заберу флона через шах. Что-то, скорее всего, проиграю по времени, но... Явно не то, что хотел мой соперник. Да. Буду пытаться играть побыстрее. Времени мало. Ой. Шлепнул. Случайный шлем. Кстати, может, хороший ход. На самом деле нет, конечно. Может быть, и да. Непонятно. Шах какой-то. Да, может быть, удивительно удачный мисклик. Такой вот странный. Так, надо как-то отойти от шахов. Сюда, наверное. ЛДФ1 теперь грозит. Конь Д2, правда, есть ответ. Да, ну завожу. Не знаю, удастся ли тут убежать от шахов. Наверное, конь в 7 просто, да. Правда, тут ферз Б4. Ну, время уже поровно. Это уже интересно становится. Да, тут просто победа тогда. Ну, забавная партия. Надо будет, конечно, серьезно посмотреть, что делать в случае этой жертвы. Как-то я совершенно неудительно играл. Но зато получился очень интересный. Концовка. Пока я не буду принимать его вызов. Надеюсь, он подождет. И я имел в виду вот этот вариант. Конечно, здесь надо усиливать игру раньше. Но вот тут, если белые берут... Так, прошу прощения. Анализ. Кажется, какой-то... Как-то можно анализировать партию после ее окончания. А, да. Вот так вот. Если шах, король куда-то ушел. Не знаю, куда точнее, но я просто покажу идею. Ферз Д6. Как бы... Ну, в любом случае-то выглядит очень странно. Но тут еще, может быть, есть такой красивейший трюк. Если ферзь H2, то мат. Конец G на H2. Очень красивый. Висит ферзь. И у ферзя нет отскока с шахом, потому что конь бьет все поля. Была бы замечательная концовка. Но, видимо, соперник либо... Либо видел это, либо ему просто повезло. Ну, а пока всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok